День 1757. Алекс на связи. Есть много разных способов применения деммируемых светильников и деммируемого света в умном доме. Для этого используются разные устройства. У меня есть умная лампочка. У меня она только одна. Она тоже может деммируется. Она может менять свет и яркость. И еще разные цветовые режимы могут быть. Теплый свет белый, холодный свет белый. Но сам способ управления умной лампой не очень удобный. У нее нет никаких органов управления. И для этого надо либо через приложение это делать. Либо родное. Либо туда куда она интегрирована. У меня эта лампочка и в Яндексе приложение доступна. И в приложении системы умного дома Home Assistant доступна. Ну и еще в принципе можно напрямую ей тоже управлять с помощью разных скриптов. Но также можно и понятно, что если она есть в приложении Яндекса, можно еще и с помощью голосового помощника. То есть просить сделать яркость на максимальную, на минимальную, на 50%. То есть разные такие способы. Это конечно дает много возможностей для изменения света, яркости света в комнате, в помещении. Ну у меня такая лампочка на балконе размещена. И конечно там можно допустим сделать так, что когда нужно чтобы было поярче. Например если там, не знаю, читаешь или еще для какой-то цели. То можно там один режим сделать. Но на самом деле у меня так оказалось более удобным. Когда вообще просто я настроил один вариант освещения. То есть там цвет определенный. Яркость определенная. Там не самая минимальная. Но где-то может быть процентов 30 или 40. Но в общем-то и на этом остановился. То есть потом просто кнопка сделал на беспроводном выключателе. Я могу включить и выключить эту лампочку. Ну также голосом тоже могу включать и выключать. То есть другие режимы я на самом деле в этой лампочке не использую. Потому что ну во-первых они не настолько сильно отличаются. То есть цвет понятно, что можно там любой выбрать. Но фактически приятных цветов мало и оттенков мало. И из этого получается, что там фактически один, ну может быть два каких-то интересных. А например сделать там зеленый или синий. Это просто вообще не в тему получается. И в общем-то не хочется такой цвет делать. Ну фактически он у меня там цвет настроен там теплый белый. Такой ближе к желтому. И яркость не очень высокая. А если яркость даже делать максимально, то все равно ее недостаточно. То есть эта лампочка все-таки не предназначена для того, чтобы именно освещать. А она больше для декоративной подсветки сделана. Из-за этого получается, что других режимов по сути нет. Пришел смысл использовать. Еще у меня используется ночник есть Xiaomi. Это шлюз, собственно, Zigbee. Который я изначально купил в комплекте с разными датчиками от Zigbee. Но сам шлюз он особо бесполезен. То есть он работает только с родным приложением. Он европейский шлюз. И поэтому там много устройств тоже к нему добавить было сложно. Но из-за этого получается так, что поскольку у него есть ограничения. То большого смысла. Понятно, что татчики например туя к нему уже не подключить. Ну и в общем-то разные такие АКР датчики к нему тоже не подключаются. Потому что это шлюз Xiaomi. В общем-то. И дальше этот тоже шлюз он там ничем не интегрируется. То есть нельзя там добавить устройство например даже тот же Apple HomeKit. Ну и понятно там сложно его интегрировать вообще с другими какими-то экосистемами. Например с Яндексом. Там не все устройства появлялись. Ну и поэтому там я датчики сами использовал. Для того чтобы подключить к системе нового дома. Через ZigBitum QTT. И там соответствующий ZigBesteed. А шлюз он просто остался там без дела. Некоторое время он лежал вообще выключенным. Потом я решил все таки надо его использовать. Установил туда прошивку обновленную OpenVRT. Ну и там Home Assistant тоже сразу в этой прошивке доступен. Это облегченная версия. Она совсем очень маленького размера. И там всех интеграций. Это по сути только самые основные. Он может там проигрывать музыку. И собственно интегрироваться с MQTT. Поэтому что-то там дополнительно тоже можно установить. Но места очень мало. И поэтому просто там физически не влезет. Но это уже позволило там достаточно много функций у него активировать. Поскольку это европейская версия. В ней и радио не было доступно. Изначально только он там мог говорить команды. Включение и привязки устройств и все. В итоге с помощью прошивки удалось на нем сделать интернет радио. Нормально подключить. И там со своего сервера я туда передаю. И еще могу с интернета тоже подключать. И передавать туда какие-то адреса для интернет радио. Ну и сделал так, что просто там есть одна кнопочка. Ее можно обрабатывать по разному. Я сделал там, что одиночное нажатие этой кнопки включает радио. Там двойное выключает. И еще тоже там сделал, чтобы можно было с этой кнопки включать ночник на этом шлюзе. Ночник в принципе наиболее востребован оказался. То есть радио я там не слушаю. И качество динамика там не очень хорошее. Но оно очень громко. То есть в принципе достаточно громко. Но конечно там басов никаких нет. Поэтому это так для любителей отдельных. Которые просто там радио хочется послушать. И нет другого источника. Но в целом как ночник оно нормально работает. То есть я тоже здесь выбрал на самом деле только один режим. Самый максимальный. Он может также диммироваться. То есть он может и там разные яркости выбирать. Ну и тоже цвет может менять любой. Можно установить. Но фактически у меня яркость она сделана так. Что если это уже ночное время. После заката и до рассвета. То яркость максимально включается. Это не очень ярко. Даже когда ночью заходишь. В принципе оно не очень там практически не слепит. И нормально как раз все видно. Днем понятно смысла нет. В ночнике в таком. И яркости его все равно будет не хватать. То я просто там сделал такой режим. Что он включается очень слабо. Там определенным цветом. Для того чтобы я просто видел что он работает. Что сценарий отрабатывает. Он там еще для информирования используется. То есть сам ночник он активируется по датчикам движения. Сейчас сделано по двум датчикам. Датчик в коридоре и датчик на кухне. И еще есть такое правило дополнительное. Когда выходишь из туалета или ванной. Он тоже включается принудительно. Потому что датчик в коридоре он так расположен. Что он не видит эти двери. И если например человек выходит там из ванной. То может так оказаться что там везде темно. И еще и свет ванной выключился автоматически. И из этого получается что в принципе не очень комфортно становится. Поэтому в общем то сделал так что этот ночник он включается принудительно. Ну и также у меня еще используются светодиодные ленты. Их тоже можно диммировать. У них есть драйвер. Который позволяет менять яркость. И также можно выбирать цвет. То есть у меня два драйвера. Они там полноцветных. То есть у них там три канала на цвет. Еще два канала на белый и теплый белый. Ну и собственно питание еще для этих лент. Но в итоге можно там выбрать любой цвет. И выбрать яркость. Но поскольку сами ленты они больше декоративного характера у меня. То есть они не используют для освещения какого-то определенного. То цвет там я еще могу выбрать разный. А яркость просто поставил на минимальную. Потому что на максимальный. Оно конечно там в принципе комната может освещать. Ночью в принципе удобно это. Но большого смысла нет. И в общем то такой потребности тоже особо нет. Из этого они просто в минимальном режиме работают. И других режимов я конечно на них не использую. У меня еще несколько есть светильников самодельных. Сделанных с разными эффектами. И на них тоже есть возможность диммировать. Но это сделано по сути программно. Можно также по МКУТТ отправлять. В принципе и на светодиодные ленты и на светильники. Тоже можно отправлять там сигнал там о том. Что установить такую-то яркость. Но сама яркость не особо. Тоже менять ее смысла нет. То есть она комфортно там определенно. Дальше это либо уже. Либо очень ярко. Но поскольку там спецэффекты всякие показывают. То есть использовать их именно для освещения яркости. Здесь спецэффекты не очень удобно. А если низкую поставить, то просто эффекты будет не видно. Из-за этого у меня тоже там выставлена одна определенная яркость. И в общем-то и нет большего смысла там как-то диммировать. Хотя тоже можно и даже при желании. И голосом изменить эту яркость. То есть ну я этим не пользуюсь. Была идея сделать еще в коридоре освещения. Там у меня довольно мощные лампочки стоят. Еще там старые галогеновые. Пока менять я их на какие-то светодиодные не планирую. Потому что я еще не решил. То есть каким способом я ими буду управлять. То есть это либо купить диммер в виде реле. Который может включать. Ну еще и плюсом может менять яркость. Но тогда будут стадионные лампочки подбирать определенного типа. Которые смогут с ним работать. То есть нужно будет поэкспериментировать. Либо если использовать галогеновые лампочки. Которые у меня есть. Они могут диммироваться. Но у них сам диапазон диммирования не очень большой. То есть поскольку это лампы накаливания фактически. Они там при снижении мощности там. Вернее там напряжение на этом диммире. Не много там на 10 процентов. У них практически яркость там на 50 процентов меняется. А дальше они начинают потреблять энергию. Но уже не светит. То есть и потребление при этом особо и не падает. То есть конечно хорошо бы такие лампочки поменять. Но что-то более экономичное. Но поскольку в коридоре свет. Редко пользуются. Там включенным остается. То есть из этого получается что мне. Большого смысла. Даже по деньгам. Тратить на новые лампочки или нет. Поэтому я решил пока там. Они работают эти лампочки галогеновые. Пусть работают. Но есть несколько способов диммировать. Обычный диммер там уже не подходит. У него мощности не хватает. Суммарная мощность этих лампочек в коридоре. Довольно большая. Там около 300 ватт. Даже больше. И из этого диммеры в основном только до 200 ватт. И его использовать не получится. Можно на несколько групп разделить. Но тогда надо будет там проводку делать. Это тоже не очень удобно. Была идея у меня использовать твердотельные реле. Для управления. Но хотел сделать. На самом деле. Чтобы тоже можно было. Каждой лампочкой на потолке. Управлять отдельно. Но там можно разные эффекты сделать. При входе в квартиру. Включать только одну лампочку у дверей. Если там при пользовании шкафом. Включить около него лампочку. А если надо. То включить там через одну. Чтобы яркость была не очень большая. Но и в принципе было светло. Именно диммировать. Их с этим реле не получится. Но можно использовать там твердотельный реле. Который довольно мощный. И позволяет разные режимы диммирования. Но они обычно как отдельные модули продаются. То есть это не комплексное решение. Надо будет там придумывать. Какой-то ESP. Подключать микроконтроллер. То есть это тоже не очень удобное решение. Поэтому фактически диммированием. Я не пользуюсь. У меня все выключатели. Для стальные реле. Которые управляют там. И розетки светом. Они физически просто включают. Или выключают. Ну. Единственное. Что регулировка света. Она. За счет там. Разного количества источников. Есть еще варианты. Когда делают. Что можно там. В зависимости от освещенности. Или от времени суток. Как-то регулировать. Но я вот. Большого смысла не видел. Пока я. Такой режим. Не использую.